Российские туристы начали буквально пропадать в аулах Дагестана. Всё дело в новом виде отдыха, при котором жители мегаполисов просто забывают о прежней жизни. В республике встречают гостей по системе, которую можно назвать больше, чем всё включено. Туристы не только могут насладиться любым блюдом кавказской кухни, но и научиться его готовить. Как поклонники агротуризма в пивы в жизни доят коров, увидел Мурат Магомедов. Кавказский агротуризм – это нечто невиданное, бесплатно, добродушно и колоритно. В горных аулах даже учат туристов доить коров. Здесь могут абсолютно бесплатно научить готовить целого барана на вертеле. Местные жительницы раскрывают секреты приготовления национальных блюд. Первый в Дагестане агротуристический комплекс открыл Камал Салманов. В семейном саду он каждый день встречает гостей, проводит для них экскурсии. Рассказывает про сорта персиков, абрикосов, винограда, сливы и всего остального, что растёт вокруг. Вход в сад бесплатный. С деревьев можно есть сколько угодно. Такой фруктовый шведский стол. Все могут приехать абсолютно бесплатно, полакомиться. Можно мне ещё? Это не где-то в телефоне, в гаджете. Это настоящая жизнь, это настоящая природа. Это настоящие люди, эмоции, впечатления. Это память на всю жизнь. Туристы из больших городов на отдыхе всё чаще ездят по садам, огородам, деревням и аулам. Гостевые дома с недавних пор предлагают клиентам развлечения из сельской жизни. Можно объедаться черешней в саду, а можно пройти обучающий курс молодой доярки. Восторженные отзывы гарантированы. Их четыре. Да. За которую? Прямо дёрнуть надо? Елена из Оренбурга впервые держится за вымя. Тянула, тянула, но получилось не очень. В этом деле нужна сноровка. Вся группа туристов выстроилась в очередь. Бурёнка терпелива. Пожалуй, никогда прежде к ней не подходили с таким маникюром. Наши люди только знакомятся с агротуризмом. А вот на Западе этот вид отдыха уже давно популярен. Но европейцам подобные развлечения доступны только за оплату. Так, на Кипре турист, чтобы поухаживать за козами и овцами, помочь в сборе апельсинов и черешни, должен заплатить фермерам 40 евро. В Хорватии за любительский сбор оливок и работу на виноградниках придётся выложить от 30 до 80 евро. Агротуризм на Кавказе особенный. Здесь ни один человек не станет брать деньги с туриста за помощь в хозяйстве. Проведём эксперимент. Допустим, велопутешественник колесит по Дагестану. Ему захотелось фруктов, и он предлагает фермерам помощь взамен на абрикосы. Если я вам помогу собрать пару ящиков, можно я у вас в саду покушаю абрикосы? Абсолютно все, кому я предлагал свои руки для сбора урожая, отказывались. Даже если сюда подъедет микроавтобус с туристами, всех угостят. Не так много гостей из других регионов в горах, чтобы местным скупиться. Куда так спешить? Чаду готовить хочу, научиться. Это в Италии берут деньги за кулинарный мастер-класс. А в Бумбетовском районе Дагестана туристам открывают секреты местных блюд даром. Просто, чтобы порадовать. Классно вообще! Ой, как мне нравится! Приготовили, отведали, а затем можно и в пеший поход по горным тропам. Тем, кто предпочитает суровый агротуризм и действительно хочет ударно потрудиться, в Дагестан лучше приезжать весной. На посадку картофеля или капусты платить за работу также не придется. Возможно, даже удастся заработать. Мурат Магомедов, Рамзан Рашидов, Мустимик Мурзаев и Заур Магомедов. Известия специально для РЕН-ТВ.